вроде как даже вышел ну тут связи как как везде у них задница доброе утро всем кто смотрит у вас сейчас в израиле 12 часов 15 минут у нас 11 15 у нас до финиша осталось фактически меньше часа почему а 12.30 до час 15 подождем сейчас первых посетителей зрителей и прочих посмотрим слышат ли они звук кричать мы не моем а микрофон я не ставил вот мы находимся сейчас в зоне c сектор c23 текущий состав у нас костя херсонский вова файнерман костя херсонский смотрят сам на себя насколько я понимаю сейчас костя привет скажи ему что пошел работать костя ты фиг или ты смотришь стрим с собой ты это должен час на стриме показывать работу людям как работает команда они как она смотрит сама на себя на любимого спасибо всем кто сообщил что у нас слышно нормально давайте на сейчас мы переключимся на наружную камеру и ну все попадут все попадут да так переключаемся на камеру вот наш который сидит и дает ценные указания команде а вот здесь у нас находится антон хохлов который был буквально до вчера заменен он был заменен несчастный антон выложил выложился да он выложился его транспортировали буквально в лежачем состоянии домой не поверите белый унитаз горячий душ и постель нормальная вот это благо цивилизации что еще нужно человеку до счастья вот об почитают вот эти спортсмены которые трое суток провели на водоеме пахали как лошади может и больше да если мы посмотрим как бы ну я уже показывал этот сектор начале еще до начала соревнований посмотрите как бы да тут шикарный лес такой прям вот европейский дубово-ореховый лес вот вот такой вот солнце здесь ни я не бывает поэтому есть постоянно прохладно я вам скажу как бы ну как вы понимаете удобств здесь тоже не наблюдается кстати по поводу удобства могу сказать что этот сектор и идеальный в этой зоне остальные сектора находится вот на такой горке как показывал андрей у них от точки заброса до кромки воды 15-20 сантиметров работать невозможно это нам еще в этом лесу повезло сектором это это корж для нас всех признает за вами всех присоедом там дали си 24 бельгийцы у них уклон 45 градусов две палатки стоят на этих плона после них южноафриканцы точно также семья после них все 26 такой же сектор и только двадцать седьмой и двадцать восьмой на ровная площадка молдаване и украинцы них ровная площадка а также наших соседей слева литовцы более-менее нормальная площадка удобства в секторе так скажем ровная площадка куда можно бросать и что сзади нету склонно это дает огромные преимущество счетка потому что порой нету возможности вложиться полностью забросить у тебя сзади что-то мешает есть уклон под 45 под 60 градусов невозможно сделать шаг вперед я стою обнявшись потому что холодно в лесу на солнце в этом секторе появляется с утра 7 до 8 после этого тень весь день солнце не пробивается согреться невозможно костер жечь нельзя обогреватели не взяли так что вот так вам привет от льва бездельники помашите ручкой сами себе помашите бездельники хотите подойти сказать пару слов вова продвигай карфишин подойди скажи пару слов скажи как скажи как ты боролся с амуром сегодня как ты его принял за сама расскажи иди иди пусть люди пусть люди правда узнают самое главное скажи я не дебил я заклипсовался на клипсу не поставил или как этот грил я говорит поставился фатерик и проклеил его суперклеем вот вот это вот это вот фула действующий член сборной тут требует паровоз в эфире но паровоз где-то здесь далеко я видел на железной дороге да вот расскажи нам пожалуйста что произошло ночью была поклёпка я его вел вел шел очень легко и туман был ничего не видно под берегом я передал палку кости и спустился сам в воду когда он поднялся он открыл пасть и обвел плоскую пасть я думал это сом я развернулся взял пасаки пошел кости тут орет это весом это амур и в конце оказался амур до 14 300 который не влазил не в один нормальный мешок не пришлось искать длинный мешок в стандартном то что его поставили положили он ну был взогнут и загнут как в пацак у меня узнали блин ну пацак туман был невидим туман не видно было короче вот так шутками с юмором а как как без этого у нас сухой закон набухаться они не могли нет только они были пьяные от воздуха от свежего воздуха кислород он опьяняет от холода от холода да сегодня было менее холодно вчера было очень холодно да вчера люди говорят что ну как бы опять же показывает 6 градусов но на самом деле ощущение не около воды это же много холоднее андрюша лев тебе пишет ты один такой какой такой уникальный спасибо собутыльник собутыльника само собой это какого вот этого он дебил я дебил два дебил это сила три дебила батальон кустик может и тоже подойдешь потому что у нас как бы фактически у нас нет ни одного эфира где спортсмены в real time как-то появляется в кадре они вечно где-то прячутся осталось где-то часик желательно бы пятерочку чтобы подняться на ступеньку шестерочку даже шестерочку так что все может измениться до последний момент и какое место получим третье два дуба классно смотрится ты грубый ты нам не хватает 6 килограмм до третьего места в зоне мы можем сказать что на данную минуту затихла как бы ну с утра тишина во всех соседних секторах куда вы знаете ну этот живот приходил к нам гость наш с юга литовцы приходили и он пробежался он очень нервничал чтобы удержаться на своей позиции он сказал что там нету там нету там нету там нету погода меняется да и судя по всему надвигается дождь как бы затянуло очень сильно небо ветер да начал дуть но как бы здесь внизу не так чувствуется потому что деревья закрывают но все равно шумит сильно наверху наше давление тоже меняется я кричат кости ади перезакидывай тут раз три часа клюет да и он тебе аджуат пишет тут ахейм если товарищи аджуату привет так ты на иврите скажи аджуат манишма кольбиседер вот вот так вот да здесь те сектор как бы он с логистикой конечно классный но вот с рыбой здесь хотя намного лучше чем у других скажем так грех жаловаться грех жаловаться мы работаем и получаем какой-то отзыв разработали сектр потому и клюет раз в три часа разработали сектр потому и клюет раз в три часа Боря Бунин требует за двадцатку Боря получит для Борьки все наши соседи как бы здесь у нас получается нормальный выход наверх только из нашего типа сектора кости Милинкерс в костяну передает привет мужики вы жалует жалуетесь на миди и на кинерати сейчас вы его покажете миди местные ракушечки только сюда зайди чтобы не на воду чтобы этот ну а про солнце свет которые садятся на кинерати да вот посмотрите на ракушку положи да нет блин я опускаю камеру ты не опускай свои руки размеры все увидели а вы жалуетесь на хавальника этой местной мелкой ракушке который тоже садится на оснастке я вам скажу здесь все какое-то странное вот я как бы под дубом тут сидел мне на голову упал желудь я думал это был кокосовый орех потому что желудь я как бы сейчас их уже отвез в дом израиль возьму с собой они размером с кулак тяжелый я теперь понимаю почему такие жирные кабаны на таких желудях извиняюсь ну че он следит за все правильно не следят за оснастками все нормально вот вот у нас выставка флагов спонсоры да такая красота как бы люди проходят мимо таки опаньки израиль вот а теперь я вам скажу ключ в чем одна проблема небольшая такая неприятно как вы понимаете дорога проходит он там наверху отсюда не видно и машина машина сюда спуститься не может андрюш приехал с папой наш вот это андрюш который нам очень помогал из магазина ну благодаря которому у нас много чего есть сюда ай анними лайв стрим он фейсбук и у тебя тоже да здорово как ты? я хорошо как ты? я хорошо как ты? как ты? и и ты? так так мы нужна еще один зоаный здесь И наш автомобиль находится там. В этой ночи люди собирают гранд-скарп 14 кг 300 грамм. Гранд-скарп. Это зависит от того? Да, да. Это написано на табле. Да. Видите табле? У тебя очень хорошая позиция в табале. Да. Знаешь, но... Я знаю, но нам нужно больше. Конечно. Особенно в других зонах. А и Б. А и Б, да. Это очень жирные зоны для нас. Нам нужна одна-два пища и... И это нормально. Вы просто пушите его. Чтобы получить воду. Это наш личный бранд. Да? Это лучшая продажа в Англии. Это наш личный бранд-скарп. Для тех, кто нас не понимает английского. Они говорят, что это их местный бренд. Еврокар под стульчик. Который мы купили для наших судей. Транеров, ранеров. Вот. И я им тоже пользуюсь. Очень удобно. У нас еще есть такой один. И еще один. Еще один два глава. Ст Nahме. Стопы. Начинались здоровее. Стопы. Стопы. У нас еще раз и трех�м место. Ну, сейчас уже даёт, потому что еще и еще один тройм. У нас уже институт. У нас же предыдували свои команды. Зонт А и Зонт Б. Мы проверили, что Ингландия получила 7,5 килопитов, и предыдущих 6 километров. Ингландия очень хорошо. Ингландия любит каждый раз. Это жопа в Гангарии. Фишка – это спорт. Многие страны грым. Но в конце концов всегда победят по Ингландии. Не точно. Нет, но это старая жопа. Фишка – это спорт – это был в Ингландии. Карпфишка – это спорт. Это был в Ингландии. Поэтому они должны иметь время проверить. Но в кортфишке, фейдер и мяч, в Гангарии, в основном они победили. Да? Я думаю, что мир-лидерцы устанавливают карпфишку. Фейдер и мяч. Пол. Не карпфишка. Не карпфишка. У нас не так хорошо. Как кортфишка. Ну короче, в других видах рыбалки англичан лупят. Фейдеры, мачи. А вот карпфишинги у них нету сильных команд. Вопрос в сборной мамалыги. Молдавия ловит на мамалыги. Сборной мамалыги, господи. В жизни мы получили вопросы от вольтчер. Каждый раз. На Малые часы не будут цепить. Пойдем. На Малые часы не надо. Это за кадром. У меня всего 1 часа. Я должен просто раз. У меня меня было уже несколько минут. Ему немного уже. Одного дня. Что там происходит? понятно ладно мы не будем вести стрим до финала до финала соревнований мы может быть попробуем еще чем сделать там в промежутках сказали что мостики по мосту оставить здесь кто сказал я не знаю кто сказал сказал хорошо а габар главный судья просто тут был вопрос а что делать с этими тенны с этими стендами которые на поставили ну вот ваших можно оставить это даже будет очень хорошо как бы подарок такой приятный переживаю так господи все на нервах понятно ровно час остался до финала последним тренер вес лица спал ждем это такой приятный звук такой вот вот но услышим его или нет но смотрите если мы если вдруг что-то будет я не успею выйти в эфир я просто буду просто запишу видео да я записывать я записывал вываживание леща но в этом пока не видели я чего не загружал будет что я запишу вы выложу тут теперь говорит он маньяки и несется что вовка иди работай не хрена в телефон пялиться грибу лицо чтобы он сам себя увидел нас коленка пишет хохлом начни колдовать я надую всегда ты видишь у меня руки в карманах об оплекал деньги их перебираю деньги перебирают на 10 копеек или на рубль все народ все давайте пока на там закончим спасибо всем кто был кто смотрел хватит оставайтесь хватит пялиться на хохлов смотрите на меня вот всем вот хохлы там а хохлов здесь вот все нам все шлют лайки большие пальцы спасибо всем следите за за фейсбуком чем и да будет рано или поздно чем появится все пошли мы подгонять народ потому что надо пусть они там чем делаю хотя бы кофе свалят это хорошо все пока всем и